Нинь-ня! Инструкции! Шок-видео! В наборе от ГВ Цветная инструкция! Быть не может! А она есть! Все! Ну, конечно, здесь не очень понятно, зачем она цветная на этих листах, но, тем не менее, все-таки приятно. Во-первых, это как бы уважение к клиенту, да? Ты чувствуешь, что ты действительно какой-то бриллиант-минчер сделаешь, а не просто кусок говна тебе черно-белый подсовывает. Во-вторых, здесь есть как бы и профили, и картинчики такие красивенькие. Хотя я бы больше наделал их, потому что человек должен смотреть, что он делает. Как ему, чтобы красиво-то было сделать. Но главное во всех этих картинках все-таки не вот это вот, а самый конец, где, во-первых, нам рассказывают, где какие у нас символы. То есть говорят, что вот синенькие – это имперцы, красненькие – это у нас адептус механикус, и желтые – это фриблейды. И по номерам прям расписывают, где что. Тут тоже показывают, где вам налепить ваших клятв, и по цветам расписывают, как, где что красить. То есть все очень подробно для любого нуба все излагается. К этому, конечно, бы какую-нибудь историю еще там про то, что вот там не просто, что это дом таранец, да, а что вообще с этим домом, почему он красный, как так случилось? Наверное, это есть в кодексе, но здесь бы, я думаю, тоже было бы это к месту, раз уж такая прикольная цветная инструкция. Но, по идее, вот так ГВ должна делать всегда, если она берет за свои наборы такие бешеные деньги. И далее в нашей программе битцы. Целых 4 литника, гигантская рыцарская подставка, и начнем мы снизу вверх. Это вот наши куриные ножки где-то с палец длиной. Эти штуки вставляются в эти штуки, эти штуки вставляются в ступни, но это детали, которые никого не интересуют. Куча маленьких пистончиков, которые, вот в чем магия вообще этого хобби? То, что ты из каких-то маленьких разобщенных деталей собираешь полноценный боевой организм, и вот превращается, то есть здесь ты не видишь полной картины, а потом все это собирается, ты думаешь, круто, вот круто задумано и разобрано на эти мелкие детальки. Правда, есть один парадокс, ты потом ставишь сверху какой-нибудь щиток, который все это великолепие загораживает. Если вы посмотрите на рыцаря спереди, то ничего этого клевого не увидите. На этом литнике у нас куча всяких таких мелких деталей, в том числе какие-то проводки и шланги, есть вот для оформления прикольные очень головы, и здесь даже есть шлем механикум, почему-то много разных шлемов в наборе, есть собственно голова, лицо вернее нашего рыцаря, причем тут же жопа, не знаю, случайно у них это получилось, или вот они так задуманно, не знаю, не спрашивайте меня. Флаг, который тоже висит где-то под яйцами, придумали, молодцы. Щит, щиточек вернее, на правое плечо, еще немножко щитков, и в принципе можно завязывать с этим литником, тут потому что только защита на стабер, например, или на мельту, смотря что вы ставите, и все. Дальше корпус нашего рыцаря. Естественно, гигантский горб, ну, я когда увидел дизайн рыцаря, я фейспалм был, но, к сожалению, с этим ничего не сделаешь, есть вот такая проблема, и с этим можно только смириться. Гигантские наплечники, и вот это, это боковинки корпуса, то есть наш горб сверху так вот у них ставится. это крепление рук, и разумные крепления, то есть мы руку так ставим и защелкаем поворотом ее туда, то есть как башни у эгэшных танков, и по факту можно руки менять, ну, конечно, для этого понадобятся дополнительные битцы, но, тем не менее, клеить ничего не надо. Очень крутой выхлоп у рыцаря, я прям хочу себе на всю технику, которая есть, я прям чувствую, что это сразу плюс 3 дюйма на движение, а звук будет, ну, просто офигенный. Именно на этом литнике почему-то есть стабер, и какие-то мелкие поршни, которые, по-моему, даже не клеят люди. Чуть-чуть оформительских битцов, аквила там, черепок, и вот даже адептус механику значок есть. И еще один забавный момент, посмотрите, вот, не знаю, поправьте меня, если я не прав. Видите эту печать частоты? Она какая-то мелкая, правда? То есть, если взять пехотную модель, у них печать частоты гораздо крупнее. И получается какой-то парадокс, вроде масштаб у нас у всех одинаковый, но если судить по печати, то этот робот более сжат в масштабе, чем обычные модели. Я не знаю, как это собственно воспринять, но тем не менее, налицо факт. Далее, еще немножко корпуса, оружие, вот это наша спина, такая иностранная, ну, это центральная часть, куда оставляется главный шарнир, и пошло оружие, гигантский чейнсворд, достаточно странный дизайн у него на самом деле. Почему у пушек есть щиток, да? защищает главную часть оружия, ну, вот мы деремся чейнсвордами, да, и где гарда? Гарды нет, это выглядит глупо как-то. Еще немножко шлемов, что еще здесь интересного? Есть, ну, то есть, вот это главная часть от термалки, ствол термалки, щиток термалки, и ствол от батлкэнна, от него же щиточек, немножко еще разных проводков, и вот термалки клевые, баллоны, прям хочется куда-то себе в террейн забрать их или что-нибудь еще, и стабирочек, который ставится сюда к батлкэнну, на этом интересного, наверное, на этом литники все. Последний литник в основном оружие, естественно, перчаточка здесь есть, детали от нее, раз, два, три, сверху щиток, и где-то, ну, вот они, пальчики, наши пальчики, смотрите, сколько здесь красивых черепков, клей не хочу, ракетница, естественно, сверху, главную, собственно, главное добавление в этом наборе, это ракетница, которая крепится сверху, есть два варианта, причем, в обоих из них содержится слово шторм, ну, я понимаю, что очень как-то сложно, значит, все описать, придумывать название для новых орудий, но, тем не менее, там, шторм чего-то и чего-то шторм, по-моему, так, звучит глуповатенько, еще немножко шлемов, в том числе, дурацкий, вот этот собачий, совершенно идиотский, еще один шлем для механик, типа, вот эти два черепки именно для них идут, даже в инструкции это прописано отдельно, типа, адептус механик, гатлинг, сделанный из трех деталей, что прикольно, то есть, в центр вы ставите вот эту штуку, по-моему, и вокруг нее крепите стволы, ну, вы знаете, я люблю, когда стволов много, мель-то, опять же, на левый бок, если вы место стабера ставите, здесь еще у нас есть Икарус Автокэнон, состоящий из двух частей, от ракетницы корпус, от оружия, тоже часть от главного, так, щиток еще один, тоже на правое плечо, и, наконец, для гатлинга щиток, в общем, щитки, щитки, щитки здесь одни, ну, весь он спереди состоит из щитков, которые скрывают всю эту клевую машинерию, и я понимаю, почему это клевый набор для хаббистов, потому что, реально, из этих мелких лицов собирать большого робота и видеть, как вот из ничего получается что-то, очень клево. Для игроков, конечно, вариант не очень, ну, то есть, один раз ты собрал, покайфовал, а тебе, например, нужно собирать Адамантиум Лэнс, будь он не ладен, и таких еще два, заплати 124 евро и сиди, собирай. Причем, по-хорошему, вот, как этот набор, наверное, выглядит для хаббиста, это вот, собирать несколько месяцев, потом красить еще год, короче, и вот у тебя такая фигурка идет в твой шкафчик. А за это время у геймера сменится метагейм, и не нужны ему уже этих три рыцаря. Не знаю, в общем, странные эти огромные миниатюры. Я, например, при том, что, как бы, уже даже появился рыцарь хаоса, как-то не хочу тратиться, вы знаете, серьезные очень деньги, серьезные вложения сил, и как бы, даже если я красть не буду, все равно еще я попаду на бешеное количество денег, чтобы это покрасить. А красить это плохо, вообще грех. там, когда маленький солдатик, фиг с ним с обмазом, а это гигантская хрень стоит и тоже в обмазе, лучше просто с этим не выходить из дома. Субтитры создавал DimaTorzok